...предложение, а один раз включаю садики, и возник вопрос, и они точно так же, и возникли. Водит в Морсинститут, и как раз об этом оснащил. Для меня в этом не многое дело, потому что я к этому уже привык. Люди, приходящие на занятия, говорят, мы с таким вопросом приходили, только открыли дверь, ну аудиторию, а вы как раз на эту тему говорите. Это Бог делает, Дух Святой. Вот почему мы можем все. Я сегодня подумал, а почему сегодняшние молитвы такие длинные? Вот прямо ответить я не знаю, но зная историю молитв, скажу, авторство мы никогда точно не узнаем, дату происхождения этих молитв не узнаем, но впечатление складывается такое, из опыта, что если Господи Иисусе, Боже, помилуй меня грешного, восемь слов, Царю небесной молитвы Духовны, потому 26 слов, предмогами, то каждая молитва всего лишь и была в несколько сот слов. И при том, где больше не приезжают такие длинные молитвы? Чем это вызвано? Я говорю только свое личное понятие, как будто бы какому-то человеку, известному молитвеннику духовному, сказали, по чину у нас положено молитвы со всем народом, колено преклоненное, и один раз говорит, вот вырыли все в молитвах. И он сказал самые краткие молитвы, какие мы сегодня слышали. Одно так, а в другое время такие молитвы не поставлены, он в них вложил все от бедня за откровение. И о живых, и о мертвых, но главная мысль была о исполнении духом Духа 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 и Благовестия. У меня такое впечатление, что человек делал практически непосильную работу, составит такие молитвы длинные, в таком сжатом в то же время одновременно ведет. Чтобы обо всем, что он сказал, эта молитва, если сам бы я ее писал, раз в четыре она у меня получалась бы длиннее. А сегодня как раз апостол говорит так, к женам конкретно, хотя к женам мы в храме не должны обращаться, но это по плане, его на дому считали. Потому что если обращаются, то она имеет право что-то спросить. А жены в храме замолчают. Что вопрос возникает, как жене поступать с мужем, когда он не так себя ведет. Я на нему и говорила, а он не слушает. Написано, говорит, твоему добро, ты берешь горячий уголь, да я уже и горячий утюг он его гладил. Он все равно не слушает. А что нужно делать? Житием жен твоих. Без слова. Много говорите. Жена ценится за молчание. Разные пословицы есть. Что муж любит жену здоровую, брат, сестру богатую, а в общем те и другие очень в почете будут, когда будут молчать уметь. И особенно при людях. От нас однажды люди уехали в город чужой и побыли на дому священника, приехали в священник грамотный, магистр богословия. Они узнали много нового для себя. Но это не так важно. Самое главное, говорит, жена его была, заходила несколько раз, на стол подавала, ему ее голос даже не услышали. А если бы она выступала громко, стревала, мужу помогала, вставочки делала, а наши бы люди не заметили, сказали, да такие жены у нас свои хватает. А вот именно молчаливая. Вот как мы считаем Тефисианам 5 глава 22 стих. Жены, помянуйтесь своим мужьям, как Господу. Образец, как Господь, ты противишься не мужу, а Господу. А каким мужьям? Те, конечно, которые стоят в истине, те, которые учат небесному и ведут к небу. Я много раз говорю в храме, ни одного слова не говорю. Сегодня первый раз у них как разговаривать стоят. Смотрите, я об этом говорю. Я говорю к женам, чтобы без мамы были, а она стоит и разговаривает в храме, что шепчет на ухо. Вот как бывает. Но, как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Конечно, во всем имеет небольшую озаборку, когда это не против слова Божия. Только одно. Во всем. Даже жена не властна своим телом. Не властна. И муж не властен. Но сегодня речь идет как раз о жене. Хотя бы она знала больше его, но должна слушаться. И этим она сохранит свою семью. В послании к Колосинам 3.18 Апостол Павел говорит совсем другим людям уже. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. У которых мужей нет, но они не могут пример показать. А у которых мужья были, тоже пример не могут показать. У которых есть, это самый негодный пример. Вы покажите, и мы ублажим ее. Священное Писание говорит. 1 Коринфянам 14.34 Жены ваши в церквах, да, мол, сейчас. Если ты в храме разговариваешь, значит, это или не церковь, или ты не жена. Не жена, просто какое-то другое создание. Почему? Ибо не позволено женам говорить в церкви, как и закон говорит. А какой закон? Ветский завет. Закон Моисеев. Я почему-то подумал, мусульманство в основном, может, и возникло, потому, чтобы научить жен молчать. Они больше до других народностей ничем так не отвечают, как строгим послушанием жен. Запечатали их одна прорезь, как танки для глаз. У них ничего нет, ни одного слова. Совершенно безмолвное. Чем-то же это вызвано. Первое послание к Тимофею 2.11. Жены ваши. Да покоряются, говорит. Да учатся, безмолвие, со всякой покорностью. Значит, жене учиться надо. И учиться молча. Сначала перекрестилась, говорит, дай мне молчание. И пошла учиться. Отучилась, дай молчание. А свидетельствовать кому-то где-то дано будет. Но мужа учить не имеешь права. Имеешь право тогда, когда муж упал с кафедры. Вот тогда зато говорит, залазь ты, учи его. Когда муж спился, совратился где-то. Второе послание к Тимофею 2.12. А учить жене, не позволяя не властвовать над мужем. Откуда Павел-то все узнал? А он увидел, в еврейском народе это было. Закон так говорит. Было послушание. Но, однако, уже обратившиеся язычники, они, видимо, приносили свой характер жены. Свои обычаи. И надо было это все ставить в рамки. Смотрите, как много вместо Писания святые отцы дают для жен. 1 Тимофея 3.2. Но епископ должен быть муж одной жены. Почему? Хотя в христианстве не запрещается и три раза. Почему? Вот никто не отвечает на этот вопрос. А почему? Это не то, чтобы у нее две жены сразу было. А речь там про двоеженец. Это называется первая умерла. Может быть, она через день погибла. А он женился. А ему 18 лет. Сцепет поставили епископом. Но если две жены было, нельзя ставить. С чем это вызвано? Я нигде толкования не нашел. Или испорченная психика, нервами, что две жены ясно, что из арбута его сожгут. Или у него будет испорченный характер такой, что не совсем умный. С одной женой намучился, еще второй раз женился, явно не совсем в уме. Но что-то за этим кроется. Если ты с первого брака осекся, она умерла и ничему не научился, какой тебе епископ? Но в то же время и здесь мысль такая, что епископу ставит только женатых. Его прямо поставят в условии. А жена была или не женатый епископ, вообще его не ставят. Мысль-то такая здесь, все-таки можно вполне проникнуть. Откровение 2.20. Горе человеку, который позволяет, имея власть на это, женам, чтобы они говорили что-то. Ты позволяешь жене и завели учить и вводить в заблуждение. Так не только они же в заблуждении вводят, но жены есть намного острее мужчин и больше знают. У них острее разум. Но это закон. Женщины очень бунтуют. Я проповедовал среди женщин однажды. Некоторые прямо сбунтовали. У вас какая-то книга такая, прям все против жен. Это не моя книга, так Господь устроил. А чем она хуже? Ничем. Доказательств никаких нет. Павел говорит, не Адам прельстил, а Ева впала преступлением. Но какое отношение Ева имеет ко мне? Она напалывает, пусть он себя отвечает, пусть она на Адаму мне командует. А я не впадала. Я с детства верующий себе родилась, а уж у меня он из семи коммунистов. Он через меня пришел к Богу-то. Хотя бы и так. И тогда молчили. И тогда его и учили. А ему хочется спросить. Ну пусть спросят у других, у братьев. Первое послание Петра 2.12. Когда они увидят ваше доброе житие и прославят Бога в день посещения. То есть, когда муж обратится к Богу, он в тот день скажет, как она вела себя кротко. И примеры такие есть, даже в мирской литературе. Когда она его не упрекает. Ну хорошо, он выпил, ты его упрекал. И что? Свернулось с места? Нет. А ведь если бы ты обвашь по-христиански, да он видел, как ты терзаешься в сердце своем, наверное, бы что-то изменил. Прича Соломона 31.29. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Рано встает, скер, дети обуты одеты, много жен. Речь идет не о Соломоновых женах. У Соломона было 700 наложниц. А у князя Владимира перед обращением христианцев 800. Так речь идет вообще о всех женах. И христиан, Соломон разбирался в женах. И говорит, среди мужчин я нашел одного из тысяч, а среди жен не одной. Как так? Да вокруг Христа одни женщины только были, служили ему именем. Но он говорил про свою обстановку, какие были там люди. Может быть он их ананиянах или стемлянах, всех пересчитал. И не нашел ни одной, которая умом соединялась бы с небесным, с Господом. Не нашел. Евангелие от Матфея 5.16 Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и проставили отца вашего местного. День посещения называется день обращения. Если муж неверующий, а ты каким-то образом оказалась за ним, допустим двое были неверующих, комсомольство, она обратилась, и вот когда придет время ему обратиться, вот она вспомнит, как ты меня терпела, я и курил, такой зловонный был, я и пьяный приходил, вот как мать Моника. Ей подруги всегда удивлялись, это мать Августина. Они всегда с фонарями побитые, а у ней муж был очень крутой, пищушка. Почему ты всегда веселая? Она в виде Господа все делала. Вот бы ее, учителя, там взять, а поучить. Не укрикать о житии жен своих. Их пирь, 1.72, 1.12. Был однажды случай, который вошел в историю. Царь Артаксерц завоевал вселенную, у него было в подчинении 120 областей, от Индии до Фиопии. И вот он в третьем году, когда закончил войну, устроил пир. Ни худа, ни беда на 180 дней, ровно на полгода. Поили, кормили всех, все увидели, все поражались его красоте. И в конце он решил прихвастнуть. А вот из 127 областей я нашел такую красавицу, нельзя красками описать, а как звать Астинь. И можно увидеть ее, нельзя, но я решил показать вам, чтобы во всех царствах рассказали, какая у царя жена, пошли за ней. А вот княжи разные собрались, дворянки свои. И ясно, что пришли ебнухи, шесть человек. Царица Астинь, ваша императорская величность, до вас император просит. Она не пошла. У меня тут гулянка, я брошу своих остальных, у меня тут журналисты, может быть. Она многое могла сказать, а мне не пошла. И он сидит с пустыми руками. Вот ему позор-то какой, он опустил голову, что делать. А видимо, закипел в нем гнев сильно. И спросил своих советников. И как вы думаете, они говорят, она решила не против только тебя, она против всех. Потому что те жены сейчас, ведь она царя не слушалась, а они на своем уровне все едут. Мэры будут слушаться, жена губернатора, губернатора ни за что будет считать. А те пониже. Это во всех 127 губерниях и областях. Ты понимаешь, что это будет? Лиши ее царского достоинства. И как он на это пошел? Мужчина обычно легкомысленная. И вообще с любовью, жена на волосынке может увести. Как Езра говорит, я видел царя, перед которым все трепетало. А рядом с ним на ложнеце сидит. И она снимала с него венец. Била его по щеке, он раскрыв рот смотрел. И не чаял, когда она улыбнется ему. Смотреть нельзя, она венец с него снимает. И царь этот решился. Ему посоветовали лучшие советники убрать ее. И мы знаем, это было промыслом от Бога. И на место его славная еврейка есть, Юрь, восстала. И что из этого получилось? Это большая история, которая запечатлена на страницах христианного писания. Потому что не перед одним царем, говорит, она погрешила. Я вот сегодня все слова хочу обратить к сегодняшнему торжеству сошествия Духа Святого. Как определять, где Дух Святой? Ну Дух Святой, там просвещение. Было это? Да. Там молитва? Да. Это какие молитвы? Вот сегодня слышали три молитвы, самые длинные. Было там что-нибудь сказано об обряде? Нет, конечно же. Один на делах, говорит. А в силе новом или старом? Нет. Люди, которые отделяются от церкви по пустяшным причинам, они делаются страшно спирепой, нетерпимой, осудительной. И очень близко это или совершившееся к улана Духа Святого. Почему? Дух Святой не желает и отверженной отверженность. Со всех народов, из этих 127 областей, новые люди приходят ко Христу. А люди, которые отвергаются от церкви, они объявляют. Церковь неблагодатная, с таким опломбом, знанием. А ты видел благодать эту? Ты против чего язык высовываешь, человек? Ты можешь сказать, что жена у тебя не в повиновении. Дети не слушаются. На работу опаздываешь. На благородность хочешь. Вот это ты можешь сказать. Но судить о миллионах людей, что никого Господь не касается, а у нас это было. Среди нас был человек и перешел к старостельным грекам. Я думаю, где-то рядом они совершены от улана Духа Святого. Отказался от монашества, отказался от священства. Все это было недействительно. Это у нас была не церковь. Патриархия не церковь. Даже слова эти говорят страшно. Прости, Господи. Но этот опыт у нас уже есть. Даже ушедшие в сектанты к бактистам этих слов не говорят. Бактисты никогда не говорят, что католики не церковь. Православные не церковь. Даже, ну только неговисты говорят. А это никого, кроме нас нет. И вот это непрерывное осуждение приводит где-то рядом хулена Духа Святого. Почему? От труд Духа Святого, от ошествия Духа Святого, в чем оно выражается конкретно? В обращении души. Обратилось в тот день две тысячи. А это не церковь. Да речь идет не о церкви, а о труде Духа Святого. Человек, бывший среди нас, он отвергает благодать, какая какая была, что он получал здесь крещение. Получал крещение. Все здесь. Вовремя остановиться надо. А остановиться невозможно. Почему? Старый грех какой-то нераскаянный. Что признался со смутьянами может быть. Я не знаю, какой это грех нераскаянный позволяет поднимать петру на Духа Святого. А остановиться можно. А как теперь жена, если человек женат, или пошел туда? Никак. Не подчиняйся мужу. У нас есть такие жены, у которых мужья бахтисты. Есть у нас такие жены, у которых мужья неверующие. Есть мужья, у которых жены неверующие. Заметьте, они ходят, они их не притесняют. Ничего нет. И вот посмотрите, когда люди переходят в другие какие-то такие юрисдикции, которые никого не признают. Они великую жестокость показывают по отношению своей половины. Я сам, имея жену из старого греха. Хотя мы были и господловцы, не знали, а у ней белокринического согласия. У ней несколько, два или три деда, которые были расстреляны. То есть по современному они освященниками были. Они должны быть канонизированы. И как в воскресенье идти, я говорю, из белокринического старшего. Тут сверху подходит. Ты можешь, хочешь туда сходить? Я чту ее слабо. Ну нет, я туда пойду. А что я пойду? Там ни евангелия пропадает, ни чего. Я ей ни разу никогда не сказал, что ты не ходи к старой греху. И никому не сказал. Я говорю, ты уходишь туда? Деда, вас иди. Ты пошла туда для свидетельства. Чтобы Дух Святой огненным языком посетил тебя и ты начала свидетельствовать. Разбудила их. Вот тогда будет все оправдано. Сегодняшняя молитва нужно притворить в дело. Да, мы стояли на коленях. Да, мы молились. Намолились ли? А вот это будем проверять мы завтра. Я всем говорю людям, которые покидают нашу общину. Если у вас у всех от Духа Святого, они все уверены. Почему только до дверей вас ведет этот Дух? А дальше в разные стороны. Какие? Ну самые такие лояльные, как говорят. Более скромно ведут себя ушедшим на скоску патриархию. Почему? Они просто растворяются в миру. Их нигде нет. Перешедшие воптисты с разными наклонностями бывают. Но терпимок. Старобрядцам великим поношением идет. Идущие куда-то там, каким-то грехам, да старостейным, да еще от них еще отходят. Просто холоть заканчивают. Я не могу этого не видеть. Чтобы отрекся человек от крещения, от всего, что у него здесь было, объявлять не церковью. Такого еще не было, кроме старостейных греков. Я просто по плодам вижу, что это тьма непрорубная. Это одержимость какая-то нечеловеческая, злоба. Никого нигде нет. Ну другие это там признают прозреть и не признаем. Ну своих грехов нет. Я разговаривал с людьми-половниками, которые были в Иерусалиме, и потом в Греции были. Очень известные люди. Они говорят, Греция это сплошное торжеще святыми, всякими подделками. А они только на этом и живут. Мы не можем этого не видеть. Нет той вещи, которой бы они не торговали. А католики давно поняли. Сегодня мощи распродают, которые у них столько веков хранились, они их православным грехам продают. А те уже дальше делят, распиливают мощи, продают уже почти все. Человек, смотри, куда ты идешь. Если ты идешь для благовестия, да благословен ты будешь у Господа. Да будешь ты движим доком святым. Но если ты идешь по разумию, по рассуждению есть благодать или нет, не ошибись. Я свое мнение еще раз вам говорю. У кого есть рукоположение от апостольских времен, и кто признает святую Троицу, как на Первом Вселенском Соборе было сказано, это уже не еретики. То есть это церковь, но она может быть еретичествующая. Но разве может церковь перечищать что-то быть? Может. А может ли жена быть изменица? А церковь? Это жена. А может ли? А Господь обращается, с кем ты только, говорит, не блудила, под каким деревом ты не была. А я говорю, вернись, я возвращу тебе все прежнее. Если церковь блудодействует, об этом говорят все пророки, значит, это сравнение с женой, и она не перестала быть церковью, и драйвить в момент опыкания отвергли Христа, как же ты-то можешь сказать, что благодатная или неблагодатная? Ты можешь только молиться о том, что мне это не открыто, я не знаю. Кто бы мог сказать сегодня на человека, который впал в убийство и премьеробияние, и что на нем Дух Святого, а Давид говорит, и Духа Твоего Святого не отними меня. А если не один Давид, а вся церковь, все до одного в одну ночь взблудили, и все до одного убили, и тогда молитва остается в силе для каждого. Духа Твоего Святого не отними меня. Какая сила тебя доставляет говорить сегодня? Какой мрак обуял тебя? Посмотри на тебя в зеркало. Чтобы ты понял, что это ведь Божий Дух, который просветляет, ощущает, влечет тебя к верху. Дух Святой обязательно тебя сделает всем для всех, а ты один за себя только. Поэтому я призываю вас, жен, мужей, чьи родные и близкие ушли далеко, вы молитесь только за них. Не спешите за ними, вы ничего лучшего не получите, кроме того, что есть в Евангелии, что нам сегодня сказано в трех коленах преклоненных магнитов. Доведет на Дух Святой землю правды, Царство Небесное, и доведет. Аминь.